А почему, откуда эта критика пошла? Понятия не имею, почему вы нам такую кличку дали. Ну вообще у нас это считается неоскорбительным. У вас и представители кавказских народов тоже неоскорбительно, чернопопами называете. У меня прабабушка украинка честнокровная. Бабушка родилась на Украине. Ну тогда она говорила, что на Украине. Ну в Николаевской области. Ну тогда Украина не имела своей государственности, поэтому можно было говорить на Украине. Ясно. У нас просто говорят в Украине по-украински, а по-русски это если перевести, будет говорить на Украине. Нет, вы не правы. Вы не правы. По правилам русского языка есть правило. По отношению к административно-территориальным единицам, то есть государствам, идут предлоги в, из, а просто к территории, на. Так вот, посмотрите справочник Розенталя. И там это все разъясняется. И вы понимаете, на можно было говорить до 91-го года, потому что тогда у нас не было самостоятельного государства. Когда появилось самостоятельное государство, тогда правило должно быть такое, что вы в любом, когда говорите про любое государство, вы говорите, я еду в эту страну, либо я из этой страны. А большинство россиян, мало того, что не знают, как правильно в Украине говорить, так они говорят, что они с России. Она правильно говорит из России, хотя по правилам вашего русского языка. Да, и так и так и говорят. У нас же как бы поменялось. Это безграмотно. Это просто безграмотно. В нулевых годах собрались там эти все ученые, филологи, всяческие, и начали собирать, как правильно говорить, так или иначе. Оказалось, что страна такая огромная, что в одной стороне, в углу страны 200 лет говорили вот так, а в другой стороне 200-300 лет говорили вот так. И сейчас их переучивать невозможно. И они решили так, что каждый говорит и пишет. То есть, я как хочу, так и пишу. Правильно это или неправильно, да? Вы так считаете? Ну, как бы профография, чтобы была. Есть, есть, так вот, по правилам как раз правильного написания, в вашем справочнике Розенталя есть пояснение, что надо говорить в... Вам это пишут ваши филологи. Но вы же этих филологов тоже не читаете. Вы не хотите их читать. У каждого свое мнение. Вас в школе должны учить были. У каждого оружия. Понятно, вам больше 30 лет, да? Вы не учились в российской школе, в российской школе, скорее всего. Или учились там частично только. Поэтому тогда еще можно... У вас советское образование было советское. У вас советское образование было в советское. В 90-е годы. Естественно, еще не было российского образования. Все было советское, по советским учебникам учились. Ну так вот, по советским учебникам, по отношению к административно-территориальным единицам, применяется предлог В. Все. Это правило вашего русского языка. И самое смешное, что мы, оказывается, украинцы, часто во многом лучше знаем русский язык, чем вы носители этого языка. Мы не являемся носителями, мы белиновые. Мы носителями нескольких языков являемся. Украинцы являются носителями украинского и русского. Ну не все русского, но многие русского. Поэтому мы можем вильную размовляться и украинскую мову, мы можем спокойно разговаривать и на русском языке. И для нас это не проблема. В России язык нужен для общения. Очень много татар, допустим, казанских, наших. Они не знают язык, понимаете, половину, наверное. Потому что имперская политика проводила так, что народы ассимилировались. И то есть у вас большая часть малых народов своего родного языка уже не знают. А через несколько поколений они вообще уже перестанут быть бурятами или кем-то еще. Они станут русскими. По одной простой причине. Потому что хотя до этого они были нацией. У вас, если не ошибаюсь, то ли 50, то ли 60 национальностей перестало существовать. Что все они стали русскими. Это... Порядами будут всегда. Потому что, во-первых, у них религия другая. Во-вторых, местность... Если... Это не важно. Важно, очень важно. Это не важно. По одной простой причине. Огромнейшее количество... Я вот сталкивался... Он... Господи, он Ивенг. У него, получается, у него папа, кажется, Ивенг. А мама Чукча. А он не Ивенгского языка, не Чукотского не знает. Он знает только русский. Поэтому он себя записывает в русский. Все. Он русский. Он не может быть Ивенком, либо Чукчей. По одной простой причине. Потому что он не знает того языка. Как ты можешь быть кем-то, если ты не знаешь этого языка? Все просто. Поэтому я же говорю, у вас, в вашей стране, огромнейшие проблемы. Вы живете довольно-таки бедно по сравнению со странами, которые намного беднее вас по ресурсам и всего остального. Но почему-то их граждане живут лучше, чем вы. Я не скажу. Я абсолютно не согласен. Я вот в Иркутске, я живу, в Иркутске области. Объездил всю Сибирь, если я работала. И сейчас вот в Иркутске в основном последний день здесь. И что? Ну, нет такого, что у нас там где-то бездомные. Где-то у нас кто-то в халупе какой-то живет. У них толчки на улице. Уличные. Ну, у нас такого нет. Каждый живет, ну, не знаю, на что он, что хочет. То есть, если он хочет что-то иметь, он это имеет. Если ему не надо, хватает ему это. Он и живет. Живет человек так, как он хочет. Нет у него такого, что он прямо нуждается, стремится, прямо бьется, и у него ничего нет. Таких нет людей. У меня знакомых. Видите? Это не после бомбежки, это Воркута. Так ее закрыли там, рядом с Воркутой, городок какой-то был. Нет, это именно Воркута сама. А, закрыли ее, слышал. Там и блогеры показывали. Все нерентабельно стало содержать. Закрыли. Так у вас знаете, сколько тысяч таких городов? А это окраина Иркутска, набери. Какие там дома отстроились? Высотки, небоскребы. Смотрите, средние. Как 30 в Воркут, наверное. Смотрите, вопрос. С численностью, а сейчас больше миллиона. Да, только вот, если бы вы видели, что было построено в том же городе Харькове, последний, там, после 2014 года, да? И во что вы превратили его сейчас обстрелами. И вы, получается, кстати, самое интересное, что вы... Многих этих людей лишили дважды жилья. Потому что многие, те, которые на Северной Салтовке, допустим, покупали дома новые, да? Они многие выехали из оккупированных территорий как раз. Вот у меня есть друг, который в Луганске квартиру потерял. А вот он на Северной Салтовке купил квартиру. И тоже нету квартир. Дальше что? Посмотрите, Северная Салтовка. Во что вы ее превратили? Как называется Северная Салтовка? Да. Это район в городе Харькове. Не район, что это такое-то? Это район в городе Харькове. Самый большой район в Европе, если не ошибаюсь. Ну, девятиэтажки вижу. Советский 135 серии. Какая это была? Новостроев-то я не вижу там. Ой. Северная Салтовка. До обстрелов. До обстрелов не показывают тут. Вот показывают, что вы сделали. Видите? Сейчас, подожди, сейчас переключите. Что там? А, ну. И таких... Там практически нет ни одного здания, в которое бы вы не попали. Ну, что вас говорит-то? Что в Бродонецк не будем уже вспоминать? А что в Донецке? А что в Донецке? Гораздо больше. А что в Донецке? Таких фотографий? Нет. Нет? Нет. Давай. Давайте. В Донецке проходили концерты каждый год. Празднование города. Приезжали ваши вот эти вот типа звезды. В Донецке только в районе Путиловки вот та часть чуть-чуть пострадала. И еще несколько прилетов было в центр. Все. Всего лишь-то. Да. А есть районы, которые вообще не зацепляло. Ну, это понятно. А в городе Харькове нет таких районов, которые не зацепляло бы. Там на Салтовке жила половина Донецка. Там то ли 400 тысяч жителей на этой Салтовке жило. Громаднейший район. Ну, вижу девяти... А, вот даже четырнадцатый этаж. Ну, вот это Салтовка. Вот, видите, это Салтовка, да? А, вот вижу. Видите? Ага. Да-да, я сейчас вам на этом... Даже в Ютубе есть видосы, да? Есть прям с дрона снятый, как вот по Салтовке летит дрон и показывает. И там каждое здание, в каждом здании либо дырки, либо обрушенные этажи. В городе Донецке такого не было. Только вот самое интересное, при вашей вот этой шикарной России, в городе, там, ну, в Донецкой области, да, и в Луганской области, было почти 200 шахт. Там, это, ну, на оккупированных территориях порядка, там, 150, если не ошибаюсь. И вот из-за этих 150 осталось 15 работающих. К 22-му году. Понятно. То есть вы закрыли, повырезали, повытащили все оборудование. Тот же ММК, Макеевский металлургический комбинат, громаднейший комбинат, который работал при плохой Украине. А вы ее порезали на металл. Там нет, нет уже этого предприятия. В России много чего порезали на металл. Но почему-то при плохой Украине он работал, а при освободителях России, освободившей ее России, ничего не работало. Ну, что-то пошло не так. Что-то пошло не так? Наверное, просто потому, что Россия и не хотела особо заниматься этим регионом. Она решила этот регион превратить в, как бы это сказать, помягче, в Клоаку. Для чего? Для того, чтобы уничтожить экономический потенциал Украины частично. Потому что там было... У нас порядка 20, чуть больше 20 процентов вот именно промышленного потенциала в Донецкой и Уганской области было. А для чего экономический потенциал? Чтобы Украина не стала жить лучше, чем Россия. Только она жила же лучше уже. Да, только вот самое интересное, давайте посмотрим 2016-2017 год, минимальная зарплата в Украине и ваш мрот в России. И вы удивитесь, ваш мрот ниже, чем наша минималка. Ну, я не знаю, что сравнивать с пенсией, как-то там в два раза разница. Давайте посмотрим. Минимальная зарплата в Украине, там, в 2018 год возьмем, давайте. Ну, давайте, интересно. Минимальная зарплата в Украине, 2018 год. Так, минимальная зарплата. Так, 2018 год. 3 723 гривны. 3 723, да? 2,5, умножаем где-то. Сейчас, сейчас глянем. И минимальная, запомнили, 3 723, да? 3 723. Минимальная зарплата, а, сейчас, даже не зарплата, у вас же проще. Мрот. Мрот, 2018 год. Мрот, 2018 год. Мрот, 2018 год. 9489 рублей. Это по России, да? Это по России, да, в среду? Ну, да. Берем средний по России, хотя, если честно, ну, это неправильно, почему, потому что у вас Москва вытягивает там много чего. Ну, берем, пускай будем это, 9489. То есть, у нас сопоставимые были в 2018 году. Только вот, мне россияне почему-то рассказывают, что Украина нищая страна. А еще интересно, вот, мы вроде как нищие, у нас продукты питания процентов на 30 всегда были дешевле, чем у вас. И получается, что на эти же, у нас получается разница, ну, грубо говоря, в два раза, да, по этому, ну, если, не, не в два, у нас практически одинаковый мрот с вашим, наша минималка с вашим мротом. Но если берем на 30 процентов меньше наши продукты, то люди еще больше получали, получается, чем у вас. Малопродукты, да, согласен, ну, а также у нас в Краснодаре тоже там цены ниже гораздо, чем у нас в Иркутской области. Ну, я не говорю вообще за вот ваши Иркутские, там, ну, вот это Заполярье, Приполярье, там, Дальний Восток. Почему, потому что у вас там вообще это все космических денег, особенно фрукты, овощи. Ну, да, гораздо дороже, чем у вас. Поэтому получается просто-напросто то, что вы получали там повышенную зарплату, она съедалась, если брать, ну, то, что количество продуктов, которые вы тратили, то вся надбавка, грубо говоря, съедалась за счет продуктов. На продукты, да. А на счет, ну, там, автомобилей, грубо говоря, там, техника какая-то, ну, бытовая и жилье, нам проще это купить, заработать, построить. Ну, чем проще? Ну, зарплата у нас выше. Зарплата у вас... Да, чем за уралом, я имею в виду, не считая Москва и Питера. Смотрите, нет, я вас расстрою, опять нет. По одной простой причине, да, я не говорю там, допустим, за Донецк-Киев, которые были самыми дорогими городами Украины. У нас не было, кстати, разницы сильно большой, то есть у нас другие города были дешевле там, ну, допустим, берем Днепр-Запорожье, он был там дешевле процентов на 15, на 20 максимум. То есть у нас не было в разы, как у вас там с Москвой, с Питером, когда там в 5-10 раз разница в цене. Ну, вопрос в другом заключается. У нас и зарплаты не сильно различались. Киев и Днепр, допустим, не сильно различались зарплаты. Почему? Потому что я могу сказать, у меня менеджер в Днепре зарабатывал тогда, ну, это было 2006, наверное, год. Нет, вру, 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 2008 где-то год. В 2008 год он 1000 долларов зарабатывал, менеджер в Днепре. Ну, здесь примерно так же. Территориал, территориальный менеджер. Только вопрос, опять же, возвращаемся. Здесь у вас примерно так же, но только учитывая то, что продукты... Дороже, да. Не, ну, это бы хорошо, если бы Днепр он так зарабатывал. Это была средняя зарплата менеджера по Днепру? Нормально, 1000 долларов. То есть, это было... Менеджеры получали от 800 где-то до 1200 долларов. Ну, плюс бонусы, это же понятно. Это ставка, я имею в виду. Смотрите, вопрос заключается в том, что мы вроде как бедная страна по сравнению с вами, но у нас все показатели были очень сопоставимы. И вот это странно. Потому что вы же постоянно кричали о том, что вы супербогатые, а мы нищие. Да, я не знаю, что бы нас так кричали. Мне до сих пор кричат. Они же смотрят ваши пропагандистов. А ваши пропагандисты рассказывают о том, что Украина это самая нищая страна Европы. Но только вот интересно получается. Смотришь по показателям и нет. Вам втюхивает, допустим, вот этот... Мне россияне постоянно рассказывают о том, о том, что вы обогнали Германию по показателю ВВП по ППС. Но они, правда, не знают, что такое ВВП по ППС, потому что им не объяснили это. И что фактически вот этот ВВП по ППС был придуман для того, чтобы не сильно травмировать, скажем так, развивающиеся страны. Потому что если сравниваешь голое ВВП, то Россия там в такой глубокой попе находится. А так вроде бы как по ППС вы обогнали Германию. И я говорю, слушай, ну Германию вы обогнали. Я вот был в России, ну еще до 10-х годов. И был в Германии. И вот вообще несопоставимое, как люди живут. Это ясно, я не знаю. Вообще не сопоставим. Кто-то такой инфрация подсказал вам, понять. Ну, как бы кто-то считает, не знаю. Здесь, в чат-рулетке, мне каждый пятый рассказывает о ВВП по ППС, что вы обогнали Германию. Потому что вам это рассказали. И ваши, не проверяя, что это такое, начинают ретранслировать это. Ну, понятно. Поэтому, я же говорю, если бы вы занялись сначала своей страной, то вы бы жили бы хорошо. Пускай не на уровне той же Германии, но жили бы там лучше Чехии, может быть, чуть хуже Франции. И вы бы себя хорошо чувствовали. Но вы же живете, я прошу прощения, ну, хреново. В основной массе хреново. Ну, я не знаю. Нет у меня таких, кто бы сказал, хреново живем. Смотрите, я вот просто вам приведу пример. Вы, ну, там, вы и ваши знакомые часто ездите за кордон отдыхать? За границей? Я не езжу вообще. У меня Байкал, вот он. А ваши знакомые ездят часто? Да, ездят. Таиланд, в основном, Вьетнам. А, Таиланд, Вьетнам. Самый дешевый. А в Европу, допустим? В Европу вот жена ездила. Франция, Германия. Ну, тур. Франция, Германия. Швейцария. В Испанию не доехали, у него эти отцомеры, ей пришлось обратно уехать. Я понял. Смотрите, я, допустим, я побывал, наверное, в 20 странах Европы. Я нормально себя чувствую. У меня знакомые ребята, которые, он работал охранником в сетевом магазине, ну, в Сильпо, это типа вашей пятерочки, наверное, вот что-то такое. А она кассиршей в этом же магазине. Вот они дважды уже ездили в Европу, ну, до полномасштабного вторжения. Это то, что я знаю. Они дважды ездили в Европу, в Австрию и Францию. И это люди, которые зарабатывают очень небольшие деньги. То есть это не менеджерский состав, это продавщица и охранник. То есть это люди... В Тайланд ездят такие же люди летают. 60 тысяч рублей на две недели туда-обратно. С проживанием. Не ездят у вас такие люди. Смотрите, не ездят у вас такие люди по одной простой причине. Какая у вас средняя зарплата? Вернее, не средняя, а медианная зарплата. В Иркутске? Да. Мрот именно, не знаю. Не мрот, не мрот, медианная зарплата. Это за вычетом убираются все самые верхние зарплаты, все самые нижние. Вот честно, даже не знаю, тысяч двадцать, наверное, тридцать. Ну, двадцать, тридцать. Я не знаю, надо посмотреть. Я просто, вот, я по вам не смотрел, мне просто бурят попался как раз. И бурят мне, вот, мы классно живем. Я говорю, смотри, открываем. У тебя типа средняя зарплата, там, порядка шестидесяти тысяч. Но, есть это маленькое но, если берется, делается, ну, если берется медианная зарплата, то есть убираются вот эти вот топ-чиновники, которые в Бурятии зарабатывают там огромные бабки, да, там, по триста, по четыреста тысяч. Их убираем, да, и у них резко падает зарплата до тридцати тысяч. Это Бурятия, знаешь, это степень, грубо говоря. А тридцать тысяч, тридцать тысяч по нынешнему курсу, это чуть больше трёхсот баксов. На эти триста баксов он вряд ли куда-то сможет поехать. Нет, ну, я тебе говорю, как, Бурятия, это степень. У них чё там, ну, это один город у ЛАОД, на всей Бурятии. Ну, если не считая, там, у Сардынского, у Бурятского автономного округа. У них там городов нету, у них всякое хозяйство развито. Так у вас большинство таких регионов. И вот, представляешь, у него Бурята, вот он, обычный Бурят, он даже не работает нигде, на дотациях там, на каких-то. У него там голов 300-400 быков и коней, которые не надо, которым не надо сено, которых не надо пасти, они просто по степям ходят. Не у каждого Бурята 200-300 голов, коней. Но у каждой семьи 50-300. Не у каждой семьи, не у каждой семьи. Очень много. Если бы они так хорошо жили, их бы очень мало, казалось бы, у нас. И такие Буряты, которые, вот, если не ошибаюсь, кажется, это 15-й или 16-й год, когда у нас уже стихали именно военные действия на Донбассе, да? Один из Бурятов давал интервью, говорит, я останусь здесь, здесь так классно, здесь все хорошо, в Донецке. Только вот самое интересное, получается, он из супер-классных, как вы говорите, что у них все нормально, они там по 50 голов имеют, из классной Бурятии он сбежал в военный Донецк, да? Ему тут намного лучше, чем в той же Бурятии. Да, ну, понимаешь, он будет, знает, что он будет так же, как его родители, прадеды, будет так же всю жизнь, там, этих коней, у коней этих, там, пасти, там, и так далее. Но вы же сами говорите, что их коней, это особо пасти не надо. Ну, не надо, ну, все равно хозяйство. Вот он, видите, степи, ничего у него нет вокруг. Ему говорят, что-то охота, интерес какой-то. Ну, их по России, они, то есть это мало разъезжаются. И за границу особо не любят ездить. Ну, получается, они и за границу не любят ездить, и по России не особо разъезжаются. Но почему-то в военный Донецк, он с удовольствием остался. Ну, в военный Донецк, он с удовольствием остался. Там, они еще более-менее как-то живут, отъедет на 100 километров от этого города, и там такая жопа. Да, как в любой деревне, в обычной деревне. Нет, у нас нет. У нас нет. У вас аграи, у вас разве, как все-таки сельское хозяйство. Ну, так в том-то и проблема, что у нас сельский житель, бывает, что сельский житель зарабатывает больше, чем городской. Ну, понятно, понятно, ясно, понятно. А у вас как раз проблема, и проблема в том, что, когда мне россияне начинают рассказывать, там, за нацизм в Украине, за все остальное, не понимая о том, что у вас, в вашей стране, такое громаднейшее количество проблем, а вы каждый день тратите около миллиарда долларов на войну против нас. Миллиард долларов. У вас за время правления Путина количество больниц уменьшилось в два раза. У нас? Да, у вас. А, ну, я понимаю, с кем это связано. В деревне где-то сократили, убрали, ну, я не знаю, может, в городах где-то. У нас в Иркутске построили два раза. У нас в деревнях не сокращают фельдшерские пункты. Ну, у нас все строят, вот эти, быстро возводимые, но их очень, ну, вот за последние пять лет какая-то программа пошла. До этого лет десять, ну, старые больницы, естественно, разваливались. Вот до сих пор я, до сих пор, ваш, до сих пор ваш Росстат показывает цифры, что у вас количество больниц не увеличивается. Не знаю, у нас только строятся в больнице, в том числе. То есть у вас школы закрываются, больницы закрываются. У нас не хватает школ, у нас каждый, у нас в районе, каждый год примерно две-три школы открываются. В Иркутском районе только, не в области. Количество школ в России по годам. Так. Сейчас, сейчас, так, 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 так. Статистика. Ну, вот, смотрите, получается, это сколько в тысячах школ. Тысячи школ. Две тысячи четвертый год. Две тысячи четвертый, две тысячи пятый учебный год. Городских школ, так, городских школ двадцать тысяч, подождите, 2004-200, это городских школ, сельских сорок две тысячи. Смотрим, девятнадцатый, двадцатый год. Городских школ 17 тысяч семьсот, сельских школ 23 тысячи двести. То есть сельских школ практически в два раза уменьшилось, а городских уменьшилось на четыре с половиной тысячи. Я не знаю, откуда это, почему так, где их совсем урезали. У нас построилось очень много школ за последние пять лет. Это rukspert.ru, это rukspert.ru. То есть это статистики, которые занимаются статистикой. Rukspert. А вот ты на этот сайт зашел, а здесь только девятнадцатый, двадцатый год. Ну, вот я же вам говорю, девятнадцатый, двадцатый, на данные на девятнадцатый, двадцатый. Это то, что сходу мне выскочило. И вот, получается, посмотрите на 2004-2005 год и посмотрите на девятнадцатый, двадцатый. Количество школ уменьшилось, и при том в разы уменьшилось. Ну, да. Ну, может, связано с тем, что здесь на количество участников, а, учащихся, опять же, почему у нас здесь по-другому все? Может, потому что одни маленькие школы сносят большие возводят? Ну, это говорит о том, что у вас проблемы, если у вас количество школ уменьшается. Ну, они же увеличиваются в размере. А не проще ли увеличить, построить еще дополнительные несколько школ, не закрывая те? Ну, там сложности возникают. У нас здесь, вот я в пригороде жил, в Иркутске, ну, грубо говоря, 15 минут. Либо же перестроить одну школу, просто-напросто снести это здание и построить новое. У нас, ну, представляешь же, у нас, короче, сейчас примерно сколько в школе учится? Пять тысяч человек, по-моему, в четыре смены. То есть с восьми утра, по-моему, до десяти вечера. Там, по-моему, сорок автобусов. Это говорит о том, что у вас нехватка школ. Еще рядом построили. Да, ну, построили, опять же, и даже этих нехватка. Так это нехватка школ. Новую построили, все равно не хватает. То есть такое количество народу. Потому что у вас огромнейшее количество школ убрали. Поэтому даже построенные дополнительно какие-то новые школы не покрывают то количество. Учитывая даже то, что я вас еще, я вас, наверное, расстрою, Но у вас количество, у вас демократическая, демографическая проблема. У вас количество рождающихся намного меньше, чем количество умирающих. Поэтому у вас с каждым годом количество учащихся уменьшается? Увеличивается. Уменьшается из-за того, что у вас демографическая... Если у вас демографическая яма, количество учащихся не может увеличиться. Увеличивается. Я не знаю, с чем это связано. Может, с сельских сел народ едет. Вот в том-то и проблема. У вас, скорее всего, из всех ближайших сел, спутников, поубирали школы нафиг? Просто их поубирали. Построили несколько школ у вас, и за счет этого у вас количество вроде бы как много в одной школе. Но если взять по количеству детей, то у вас детей меньше стало. А визуально у вас больше, потому что больше школы. Здесь смотришь и вообще ужас. Ни садиков, ни школ не хватает на людей. Строятся и садики, и школы последние пять лет. Да больше уже, наверное. У вас просто получается то, что перетекание из сельского населения в городское, это понятно. Но у вас, по всей вашей статистике, у вас количество жителей вашей страны уменьшается. А раз оно уменьшается, значит количество детей, рождающихся ежегодно, уменьшается. Поэтому даже при постоянном показателе, у вас не один год это, у вас, наверное, десять-пятнадцать лет как уменьшается количество населения. И вот эти пятнадцать лет у вас идет демографическая яма, то есть вы туда скатываетесь. Количество школ еще тоже уменьшается. И да, у вас, получается, появляется несколько школ, которые вроде бы как большие. Но на одну такую большую школу у вас два десятка маленьких закрыли. И два десятка маленьких по тысяче, а школа на четыре тысячи. То есть у вас убрали школу на двадцать тысяч, а построили на четыре тысячи или на пять тысяч школ. них seems الخancy. КОНИТ. ВОИЩИИ. ВООУ. РОООСden. ذا.